добрый день дорогие друзья добрый день дорогие наши подписчики наши клиенты и конкуренты всем привет из солнечной но зимней прохладной алании вас приветствует компания арбат холмс и я татьяна пекер одела для вас сегодня свою единственную зимнюю одежду вот и вот как моя бабушка покойная говорил на рыбьем мехо если хотите экономить на одежде и на обуви зимние то нужно приезжать обязательно в аланию сегодня тема о продуктах о том что нужно кушать и что не нужно кушать в алании зимой я имею ввиду про сезонные овощи и фрукты об этом поговорим чуть чуть попозже для большинства из вас зима это прохлада это холод и отсутствие выбора и вкусовых качеств овощей и фруктов когда я жила в россии 20 лет назад а в марте будет 20 лет как я здесь я помню что зимой у нас не каждый день и не каждую неделю на столе на обеде и за обедом и за ужином были зеленые салаты из помидора огурцов зелени не потому что это было дорого это было дорого оно было невкусно то есть мы старались делать такие салаты на какие-то праздники но как по-турецки говорится если я переведу на русский язык или ты помидор ешь или ты кабачок ешь непонятно и со мной соглашаются даже клиенты и друзья которые приезжают сюда в аланию мы обедаем ужинаем они также говорят что вкусовые качества оригинальные у овощей фруктов здесь в алании нежели в странах в европе и странах снг алания это рай для вегетарианцев и для веганов но и не только какой мясоед не отказался бы от порции хорошего вкусного мяса и рядом как дополнение очень вкусный салат с оливковым маслом и с лимонным и гранатовым соком для большинства из вас зима вашей стране это имею ввиду продукты картошка мясо или какой-то микс из этих продуктов винегреты свекла опять же морковь картошка и так далее алания же в отличие от вас радует нас разнообразием овостей овощей и фруктах в виду очень теплых мягких климатических условиях а здесь всегда тепло как вы видите да сейчас показывает у нас плюс 12 градусов и это в тени алания радует разнообразием овощей и фруктов 187 видов овощей и фруктов растут на территории алании и районах да это рай на самом деле это рай не только погода но и питание дорогие наши подписчики зрители не забывайте то что в приоритете у вас должны быть сезонные овощи и фрукты то что растет летом есть на рынке или в магазинах не покупайте зимой например не покупайте клубнику вы так ее любите когда я хожу на рынок или в сетевые маркеты и вижу эти красивые большие ягоды они вроде как и вкусно пахнут это стоит в три раза дороже чем летом летом вы могли купить килограмм клубники за 5-10 лет сейчас она стоит 30-35 лет не покупайте зимой виноград не покупайте дыню и арбузы потому что это не так вкусно как летом и очень дорого это бьет по карману и она не хранится так долго как летом а что же нужно есть зимой покупайте шпинат лук порей брокколи цветную капусту белокочанную капусту свеклу тыкву сельдерей редьку что фруктов касается это хурма яблоки айва бананы апельсины конечно же наши любимые мандарины гранат лимон груши киви и конечно же авокадо о нем отдельная история дорогие мои нахожусь я сейчас где не на рынке да мы сегодня говорим про продукты но тут есть для вас другая альтернатива это овощная лавка кстати самая лучшая в алане я уже как-то ее снимала еще раз хотела напомнить называется на дуан манав дуан это название манав это как раз овощная лавка если вы не любите так как я ходить на рынок вы можете переплачивать одну полторы лиры и приобретать все что вам нужно вот в таких вот овощных лавках немножечко столпотворение бывают на рынке здесь все же как-то спокойнее проходите смотреть зима зимой уже что-то мне жарко стало я хотела бы вам от себя от компании робот хомс посоветовать что нужно есть зимой в алании кроме сезонных овощей и фруктов во первых это горячий остренький суп если с супом сочетается лимон обязательно выжмите туда лимон например как чечевичный суп потому что летом супы вы не сможете есть потому что без них и так нутро ваши будет гореть следующее обязательно ешьте бобовые там же много растительного белка готовится по времени короче чем мясо она стоит дешевле чем мясо огромный выбор бобовых здесь у нас в алании и это не так дорого и это очень вкусно обязательно ешьте шпинат там много-много железа и других очень полезных веществ и калорий очень мало дешево и сердитой стоит он недорого сейчас были в лавке в овощной 7-8 лир стоит килограмм а это вот такая вот пачка и последнее обязательно ешьте авокадо ценник сейчас от 4 до 10 лир за одну штуку как хотите ешьте хотите как мои клиенты чистите ложкой ешьте просто солейте хотите в салат кладите в хотите просто дольками порежьте с чесноком с лимонным соком господи слюни у меня потекли это так полезно для кожи для органов но осторожно с аллергиями сейчас я приглашаю вас в очень вкусное кафе домашней кухни нашей мадам а еще какие называй и мы по дороге захватим нашу замечательную клиентку лили у которой приехала из германии она нам расскажет свои впечатления о продуктах зимой пола не погнали вот дорогие мои мы на месте это район демертаж наша мадам а еще и мера ба здравствуйте вам всем говорит это ее кафе домашней кухни очень очень вкусная уже не важно что я здесь была не раз не два и не пять и все коллеги нашего офиса также особей очень часто здесь бывает мы сегодня еще раз решили посетить нашу хозяйку мадам а еще как говорю и наша замечательная гостья это клиентка нашей компании два года назад лилия приобрела квартиру в районе демертаж и с мужем переехали из германии лилия сама расскажет свою историю чуть попозже за обедом и проживает уже два года с мужем здесь в алании в районе демертаж у меня есть к лилии несколько вопросов сейчас на маще поможет накрыть на стол и как раз за едой мы обсудим стол нам накрыли сразу хочу прокомментировать очень все вкусно и по-домашнему я человек который кроме как дома не ест и не люблю ходить в ресторанах потому что мне еда какая-то пустая чужая а здесь вот так как дома расскажу что мы заказали чечевичный суп это у нас булгур фасоль про бобовые я вам сегодня говорила это шпинат это салат опять же с бобовым называется пиас с кунжутной пастой это куриный суп зелень вся и это мясо пареное вареное и курица с картошкой вот так и наша замечательная лилия уже друг член нашей семье арбат холст еще раз здравствуйте мне к вам два вопроса вот вы сколько здесь уже два года вы едите ту же еду как в германии дома или находясь в турции или вы уже турчанились как я и что-то турецкое готовите да уже больше как-то готовлю по турецки во первых много мы овощей очень кушаем да все овощное тоже также булгур готовлю пиде готов пиде это поясню нашим подписчикам это такие из теста лепешки и начинку вы уже сами выбираете можно с картошкой можно с мясом на самом деле это очень трудоемкое блюдо и безлими безлими с мясом готовлю с сыром а даже с картошкой готовила очень вкусно домашние а что-то и может из супов делаете чечевичный такой делаете чечевичный с удовольствием тоже готовлю замечательно спасибо и хочу спросить вот сегодняшний наш ролик как раз тема продукты зимой которые нужны которые не нужно покупать вот я в ролике перечислила как раз сезонные овощи фрукты вот вы живя в германии и приехав сюда будет будучи здесь уже два года разницу чувствуете те же самые огурцы помидоры или яблоки здесь и те которые ели вот 30 лет германии конечно очень даже большая разница в чем которые фрукты овощи лежат на складах вначале мы здесь кушаем всегда собранные свежие абсолютно все свежие нигде не лежит месяцами на складах и сам вкус он весь остается в овощах во фруктах мы пока до сих пор счастливы и очень рады что мы находимся и выбор правильно сделали что мы приехали в турцию воздух горы и вода и питание она делает свою работу до приезжайте в аланию введите здоровый образ жизни здоровое питание самое главное продлеваем себе жизнь и молодость правда сто процентов правда приглашаем всех столу нам приятного аппетита афи тосун пока пока арбат холмс пока пока